МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Семь футов под Килем. В Нижегородской области в торжественной обстановке спустили на воду первый Валдай. Мы разные, но мы вместе. Столичная школа номер 61 выиграла грант на создание интерактивного патриотического парка. Навстречу победе в дошкольных учреждениях столицы прошел парад дошколят. Только около 80% жителей республики обеспечены качественной питьевой водой и систем централизованного водоснабжения. Остальные испытывают острую нехватку даже обычной, используемой для хозяйственных нужд. Концепцию развития системы водоснабжения и водоотведения обсудили в Доме правительства. Из 300 муниципальных образований республики в 63 поселениях отсутствуют централизованные системы водоснабжения. В основном это Базаревский, Вурнарский, Бресенский и другие районы. Работа эта масштабная не на один год. В первую очередь надо обеспечить эффективное управление и эксплуатацию таких объектов, существующей подвергнуть серьезной модернизации. На совещании говорили и о возможном создании единого оператора в этой области. Если мы с вами создадим единую организацию и тарифы будут разные, то люди будут справедливо задавать вопрос, а почему мы живем в одной республике, но в разных муниципалитетах и платим разные цифры. В обозримом будущем, вот в таком, все люди у нас, независимо где живут, будут платить единый тариф. Вот к этому мы должны идти. Но для начала необходимо установить переходный этап, считают участники совещания. Переход должен быть максимально щадящим для населения. Инация Спотапова, Николай Скворцов, Республика. Сегодня глава Республики провел ряд рабочих встреч. С руководителем Волжско-Камского Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаязом Шакеровым были обсуждены вопросы эксплуатации очистных сооружений. С директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко вопросы развития промышленной и аграрной инфраструктуры. На повестке дня проблема изношенности очистных сооружений, что приводит к загрязнению водных объектов. Они нуждаются в срочной модернизации. Но на территории Республики есть и такие, которые были построены недавно, но так и не вошли в строй действующих. В частности, в Цивильске очистные сооружения были возведены еще в 2017 году по федеральной целевой программе «Чистая вода», но до сих пор не работают. Были выявлены существенные нарушения. Правительство Республики сейчас вплотную занимается этим вопросом. 30 апреля заканчивается прием заявок на разработку проектно-сметной документации. Объект планируют достроить в ближайшие годы. В Ядрине тоже объявлен конкурс на проектирование биологических очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги». Сегодня же Олег Николаев встретился с директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. Стороны обсудили вопросы развития промышленной и аграрной инфраструктуры. Мы уже говорили о том, что правительство Республики закупит скоростные речные суда «Валдаи» для организации туристических маршрутов по Волге. Сегодня в Нижегородской области в торжественной обстановке уже спустили на воду первый катер. В церемонии участвовала делегация Чувашской Республики. Наша съемочная группа тоже стала свидетелем важного события. Подробности в наших следующих информационных выпусках. Предприятия Республики участвуют в проектах освоения Арктики. Один из таких – «Арктик-СПГ-2». Инвестиционный договор подписан России и Японии два года назад. В ближайшее время на «Арктик-СПГ-2» отправится комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении, изготовленная на предприятии Чета. Здесь разрабатывают системы решения по организации электроснабжения промышленных объектов, прежде всего в газовой отрасли. Для экономики Республики такие крупные проекты являются одними из приоритетных и перспективных. «Квалификация, опыт и качество работ, которые оказывают предприятия Чувашской Республики, оно на таком высоком уровне, что включаются в кооперационные задачи, выиграют конкурсы как освоения Арктики, так и по газовым, нефтяным проектам Российской Федерации. Поэтому, безусловно, мы такие предприятия всячески готовы не только поддерживать, но и находить для них новые инвестиционные ниши, новые ниши для того, чтобы могли свои компетенции передавать, реализовывать проекты». Сельские дома культуры в Чувашии планируют строить по типовым проектам на 100 и 150 мест. Об этом сообщили сегодня на совещании в Доме правительства. В рамках комплексной программы социально-экономического развития Республики муниципальное образование заявили о строительстве 79 учреждений культурно-досугового типа. Новые дома культуры многофункциональны, в их состав войдут востребованные населением сервисы, в том числе цифровые. «Наш реестр типовых проектов, он отвечает на все эти вопросы по порядку. Помимо того, что мы имеем просчитанную проектную смертную документацию, которую дальше надо только привязывать, он отвечает на вопрос того, что он решает, помимо того, что мы там организуем культурно-досуговые мероприятия, еще и вопросы доступа к цифровой информации. Дальше вопросы текущих затрат на эксплуатационные расходы, ну и, конечно же, удобство и комфорт по всем остальным критериям». На совещании зашла речь и о стоимости таких социальных объектов. Многих интересует, из чего она складывается. В отличие от прошлых лет, теперь туда закладывается и инфраструктура, и благоустройство территории. Что касается действующих очагов культуры на селе, то многие из них нуждаются в серьезной модернизации. «Шесть зданий, это 0,7% являются аварийными, 88 зданий, это 13% требует капитального ремонта, 4 клуба в республике функционируют в арендованных помещениях, и в 29 административных центрах поселения клубы находятся в аварийном, неудовлетворительном состоянии или отсутствуют. Требуется также капитальный ремонт существующих данных культур построен в 70-80-е годы». Здание планируют отремонтировать в рамках федерального проекта «Культурная среда» до 2023 года. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Этой весной, как и обещала столичная администрация, продолжилось озеленение Красной площади. Напомним, часть деревьев и кустарников была высажена прошлой осенью. Со временем здесь вырастет целый парк. Планируют посадить 900 деревьев и не одну тысячу кустарников. Сегодня Красная площадь приобретает тот внешний облик, который был запланирован в проекте реконструкции. Осенью здесь посадили липы, ивы, дубы, клёны, сегодня сосны. На очереди цветочная рассада. Со временем здесь появятся дополнительные места отдыха, игровые зоны для детей, интересные объекты для туристов, а также музей под открытым небом. Это очень важно, чтобы на Красной площади был уют. Место солнечное, это центр. И для того, чтобы люди в любое время года, в любое время дня здесь было комфортно мамам с детьми, малышам, вот это идет сочетание сейчас фонтана, воды, которую дает фонтан, зелень, которая дает уют. И, соответственно, появляются те места, где хочется задержаться, где можно со временем, это же еще все разрастется, и появятся места, где можно посидеть уже с маленьким ребенком в колясочке, где комфортно будет пожилым людям. Чувашия вошла в число 15 пилотных регионов страны по продвижению искусственного интеллекта. Площадкой для реализации программы стал канадский IT-куб. С новой образовательной программой познакомились министр цифрового развития региона Кристина Майнина. Кирилл Антонов с легкостью управляется со сложными компьютерными программами. С высокими технологиями он на ты. Сейчас готовит совершенно новый проект «Искусственный интеллект» с четким прицелом на будущее. Сейчас я пробую разные варианты. Профессия программиста очень перспективна и очень популярна сейчас, а через несколько лет она будет чуть ли не самой популярной. И я считаю, что лучше сейчас начать заниматься этой профессией, и у тебя будет просто больше возможностей. Создавать свои виртуальные миры, осваивать навыки робототехники и промышленного дизайна ребята начинают с 8 лет. У нас проектная деятельность начинается от самых малышей, что программирование роботов, что до самых старших направлений. Как разработчики джуниор, они полностью готовы выходить и работать. У них развито проектное мышление, они могут все эти знания приобщить к жизни. На уроках занимаются более 20 ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Обучающая программа помогает освоить основные навыки взаимодействия с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект включает в себя многочисленные под уровни обучения. Это включает в себя глубокое обучение, нейронные сети, машины обучения, классическое программирование. Все в этом в целом, в общем, создает как раз таки данное направление, технология искусственного интеллекта для каждого. Мы хотим предоставить детям возможность, чтобы они понимали, как это работает совсем по-другому и внутри, как этот процесс происходит и как это все реализовывается на каких-то полезных продуктах, которые могут помочь, в конце концов, человечеству, предприятиям, людям, инженерам и прочим специалистам, потому что область является достаточно интересной, а самое главное востребованной. Через игры «Казан Программирование» создать свою собственную программу смогли Эдуард Николаев и Данил Степанов. Проект они посвятили памяти строителей сурских и казанских оборонительных линий. Проект называется «Сурский рубеж». Мы его делали с нашей командой вместе на платформе движка Unreal Engine 4 в виртуальной реальности. Министр высоко оценил представленные проекты, отметив, что IT-образование формирует у будущих специалистов инженерное мышление, которое непременно пригодится в будущем. Искусственный интеллект где угодно может быть применен. Это же сказанная цифровая технология, и наша задача наоборот сейчас как можно больше отраслей. Мне хотелось бы, чтобы качество таких центров было как можно больше. Впереди айтишников ждут новые интересные задачи и проекты. В мае первые выпускники курса уже будут защищать свои работы. Наталья Мальчикова, Бахтер Велиев, Георгий Кривошейн, Республика. Столичная школа номер 61 признана победителем федерального конкурса проектов в сфере патриотического воспитания. Его организатор – Министерство просвещения России. Учебное заведение создаст интерактивный парк. В конкурсе участвовали несколько сот школ со всей России. Средства, а это 10 миллионов рублей, уйдут на реализацию интерактивного парка «Этно-Хакатон». Сохранение культурной самобытности каждого народа, ее поддержка и дальнейшее развитие – серьезный вклад в патриотическое воспитание, считают педагоги школы. Наша школа является ассоциированной школой ЮНЕСКО с 2005 года. Одним из направлений ее работы является изучение всемирного наследия ЮНЕСКО. Дети, конечно, активно участвуют в этом проекте с удовольствием, потому что они видят результаты своего труда и для портфолио очень много имеют. Современные дети уже давно говорят на языке цифры. Они готовы осваивать новые технологии. Уже с младших классов ребята здесь рисуют 3D-ручками и занимаются программированием. У нас было сделано сначала программу для яйца, потом для корзинки. Для яйца нужна была программа для того, чтобы она падала в случайных местах. На базе школы создадут современную лабораторию, участники которой займутся разработкой приложений для гаджетов по сохранению и популяризации культуры, образования, народных традиций малых народов России – Чувашии, Татарстана, Мариэл, Мордовии и Нижегородской области. В век цифровизации мы решили применить такой инновационный подход, потому что, как правило, традиции культуры народов преподаются и даются детям в таком обычном и привычном формате. А здесь это что-то новое, что-то интересное. В рамках проекта пройдут всероссийские творческие конференции, экскурсии в соседние регионы. Работа в этом направлении будет продолжена. Инна Спотапова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня знатоки родного языка стали участниками Всечувашского тотального диктанта. Он посвящен 150-летию новой чувашской письменности. Одной из площадок масштабной акции традиционно стала Национальная библиотека Республики. Диктант писали также в образовательных учреждениях, муниципальных районов и городских округов. В этом году организаторы выбрали текст, подготовленный по мотивам произведения известного чувашского писателя Михаила Юхмы. Проверяли знания и онлайн, дома, на работе, в школе и в других местах, где есть выход в интернет. Итоги чувашского диктанта станут известны уже сегодня. В объединении библиотек столицы Республики стартовала акция «Книжная инвестиция». Жители могут принести книги из домашней библиотеки. Все подаренные экземпляры займут достойное место в Книжном фонде районов библиотек. Книга – главный источник знаний, сокровищница мыслей. В наш век цифровых технологий держать в руках настоящую книгу. Особое чувство. Благодаря ей мы познаем мир. Возможно, ваша книга позволит кому-то из читателей библиотек узнать что-то новое. Организаторы акции приглашают присоединиться к ней всех любителей чтения. Книги можно приносить любые, новые, бывшие в употреблении разных жанров и для разных возрастов. Первыми дарителями стали работники Министерства сельского хозяйства. Сельские библиотеки зачастую являются единственными в селе центрами культуры, информации. Мы понимаем, что публичным библиотекам на селе и не только на селе самое главное – это иметь хороший полноценный фонд периодических изданий и книжных изданий. Пополнить фонд библиотек поспешил и Михаил Арсеньевич Григорьев. В его личной библиотеке уже более 5000 книг. Некоторыми из них он готов поделиться. А книжные инвестиции он узнал от сотрудников Центральной библиотеки имени Маяковского. Когда я уже на пенсию вышел, я в деревню начал ездить, ядерное село Иваново, и начал собирать книги и отдавать библиотеку сельскую, Ивановскую. Каждый год по 3-4 коробки подаю. Собираю у друзей, у своих книги. Прочитанные книги подолгу потом пылятся на домашних полках. А ведь можно продлить им жизнь, подарив библиотеки. Книжные инвестиции – это беспроигрышный вариант. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. Портреты фронтовиков и строевой марш. В преддверии Дня Победы в дошкольных учреждениях столицы прошел парад дошколят. Это даль памяти защитникам Отечества, тем, кто сохранил для потомков мирное небо над головой. У парада дошколят уже своя история. Патриотическому проекту в этом году исполняется 6 лет. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой парады проходят исключительно на территориях детских садов с соблюдением всех санитарных правил. Сегодня строевым маршем с портретами ветеранов прошли воспитанники и педагоги столичного детского сада номер 116. Родители посмотрели праздник онлайн. «Такие мероприятия, считаю, они важны, потому что выбор профессии, в первую очередь, она нагладывается с малых лет. Дети в таком возрасте особенно впечатлительны, они эмоциональны. Думаю, многие из детей, из числа дошкольников, могут выбрать профессию военного». К 9 мая ребята подготовили рисунки, выучили военные песни и стихотворения. Еще одна добрая традиция – вручение цветов ветеранам. Причем цветы воспитанники выращивают сами. Ежегодно в нашей акции «Цветок ветеранам» участвуют наши воспитанники. Они целый месяц готовятся к этому мероприятию, сажают цветы, фиалки сажают, а потом с любовью ухаживают за этим цветком ветеранов для того, чтобы отдать дань нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Напомним, что проект «Парадный шкалят» отмечен на всероссийском уровне. Он занял первое место в шестой всероссийской открытой ярмарке событийного туризма. Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой родины, уверены педагоги детского сада. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. Яна Яранова, Георгий Кривошеин, Республика. Впереди майские праздники и Пасха. Новых ограничительных мер вводить пока не планируют, но и расслабляться нельзя. Роспотребнадзор рекомендует лицам старшего поколения и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от участия в торжественных богослужениях. Напомним, что национальное телевидение будет вести прямую трансляцию из Веденского кафедрального собора. При посещении мест массового нахождения людей необходимо надевать маски и стараться соблюдать дистанцию. Важно также не избавлять темпы вакцинации. Минздрав Республики сообщает, что в майские праздники все учреждения здравоохранения продолжат вакцинацию. Приближается лето, а это значит, что пришло время позаботиться о своем здоровье и защитить свои глаза от негативного воздействия солнечных лучей. Где подобрать очки, доступные по качеству и цене, узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Больше солнца – больше скидок. Приближается лето, а это значит, пришло время воплощать самые стильные образы. Хочется чего-то особенного и очень красивого? Мы решили познакомить вас с оптикой Кронос, где вы прекрасно дополните ваш стиль и защитите ваше зрение от ультрафиолета в солнечную погоду. Сейчас в оптике Кронос проходят выгодные акции. Скидка 50% на солнцезащитные очки из ограниченного ассортимента. Скидка 20% на вторые солнцезащитные очки из любой коллекции. Если вы работаете за компьютером, вам могут быть интересны очки с компьютерными линзами. Сейчас на них действует скидка до 35%. Носите контактные линзы? Тогда принимайте участие в акции «Годовой запас». Покупайте контактные линзы в оптике Кронос и получите шанс получить годовой запас контактных линз или 100 других призов, таких как бутылка для воды, раствор для линз, сумка-холодильник, защитные маски и плед-коврик. Акция действует до 31 мая 2021 года. Все подробности акции вы можете прочесть на сайте оптики Кронос, kronosoptika.ru В каждом салоне оптики Кронос работает кабинет диагностики зрения. Здесь вы можете проверить зрение, где врач-офтальмолог или оптометрист грамотно составит рецепт на медицинские очки или контактные линзы. Кстати, ваш заказ на медицинские очки оперативно изготовят в собственной мастерской оптики Кронос. Вам расскажут, как хорошо видеть на разных расстояниях в одних очках, посоветуют очки для вождения автомобиля и изготовят солнцезащитные очки с диоптриями. Оптика Кронос — это самая большая сеть салонов оптики в Приволжском федеральном округе. Сегодня в нее уходит 86 оптик. За 28 лет развития компания накопила богатый экспертный опыт в сфере коррекции зрения. И этому есть подтверждение. Победа в номинации «Розничная торговая компания 2021» на национальной премии оптической индустрии «Золотой лорнет». Оптика Кронос — это всегда доступные цены и интересные бренды. Доверяют многие. Доверьте и вы свое зрение опытным специалистам. Приходите. Мы вас ждем. Оптика Кронос. Екатерина Шиверова, Павел Иридков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин